Шикарные печенки, чай. Так, кто-то меня туда отвлекает. Полюбуйся, сколько на это разнообразие японских печенщиков. Я вот думаю, на своем канале сделать рубрику обзоров японских продуктов. Как ты думаешь, как ты смотришь на это? Рубрика на канале обзоров японских продуктов. Я думаю, люди сразу захотят жрать, и придется бизнес открывать. Да, да, да. Ты уверен? Да, мы сейчас налево завернем. Да, да, да. Ну вот, сейчас как раз газ здесь будет за поворотом. Так, кстати, всем привет, друзья. Мы сегодня с Вероникой тоже. Она меня сопровождает уже во второй раз в мой поход в русский... Нет, в японский университет, где интересуется русским языком. Видите, так как она представитель одновременно и российской стороны, и японской. Вот, поэтому, чтобы держать баланс, высыпает мостом, так сказать, психологически. Как ты так все рассказала, что я даже сама не поняла, о чем это было вообще. А ты уж давай откашляйся. Мне потом вырезать не пришлось твой кашель. Откашляйся давай полностью. Я все уже этим. Американский... Хоть кашель тоже. У меня соло. Задник напоминает эти американские рестораны. Знаешь, такие из фильмов про какие-нибудь Неваду? У меня не было американское кино. Ну так. Да, почему? Я вчера индийское смотрела. Индийское? Болливуд, что ли, смотришь? Нет, нет. Они же копируют все с американского. Прям качокры. Только они с американского все копируют. Ну, пофиг. Везде все копируют. Все. Ладно, ладно, хорошо. Особенно фильм «Марсианин». А что тебе про «Марсианина» не понравилось? Ты смотрела, да? Ну, вообще, там какой-то наш очень старый фильм. А, да? Ну, типа, выкупили. Ну, ты знаешь, как фильмы говорят. Никогда не бывает чего-то нового. Любой фильм, который ты посмотрела, ты уже видела этот сюжет. Взоре «Мастичный» тоже пересняли нашу фильм. Любая история уже была рассказана. Любой сюжет уже был сыгран кем-то до тебя. Поэтому обвинять кого-то в плагиате бессмысленно. Ну, Сергей, очень опасно. Ты сейчас снимаешь, да? Потому что если ему что-то скажешь, ты все об этом умеешь. Можно спать, потому что он, значит, поточь ему. Что? Ну, когда, если тебя что-то спросишь или скажешь, ты потом очень подробно начинаешь остисняться. А, да? Посмотри. Настолько подробно, что можно про мемуары есть. Как ты считаешь, я правильно все говорю? Нет, конечно, правильно. Но девушки любят, когда покороче. У нас ум недалекий, нам нужно это. Я думал, наоборот, девушки подлиннее и потолще любят. Уай... 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 Вы как бы слышали, что я не думала о том, что я подумала. Впервые слышу, что девушек любят покороче. Ура, ну хорошо. Ум, короче, нос длиняет. Ты знаешь, когда есть какой-то человек, который требует, чтобы ему объяснили что-то, намного проще объяснять, чем когда такого человека нет, и ты просто объясняешь в камере это рассказываешь. То есть в этом сложность видеоблогинга, поэтому не каждое трепло может стать видеоблогером. Лишь только трепло с талантом может стать видеоблогером. Я смотрела твое видео про Нахараджику, ты там что-то говорила, снимала в улицу и за кадром говорила. Я так хорошо заснула под это видео, даже не представляешь. А что говорить хорошо, что убаюки. Особенно где-то японцев всяких интервью берешь, мне нравится, потому что ты переводишь так, прикольно. Понимаешь, перевод такой вот? Не то, что они говорят, да, если кто-то японский понимает. Потому что я слышу, как бы, я так и двоято перевожу, а ты как-то так прикольно переводишь по-русски. Про Кабэдон мне вообще понравился, это мое любимое видео, я его, наверное, не знаю, сколько раз пересматривала, а до сих пор играла, там так эротичная айфонка, я прям, аж самой захотелось трючку менять. Может, я тут еще Агу Квинтой сделала? Я намекаю. Ну так что, чего не хватает в блоге-то? Бьюти? У меня, потому что аудитория мужская в основном. Давай сделай бьюти для мужчин, такого вообще еще не было. Там мужской крем не веет для лица, я не знаю. О, слушай, может тебе это, может тебе на моем канале рубрику ввести начать? У тебя бьюти-блоги для мужчин? Ну почему, может для женщин? Я тебя это, к себе на канал приглашу. Смотрите, какая она бьюти, у нее такие модные, модная шапочка. Девушки, девушки, которые есть, немногочисленные эти девушки, которые смотрят мой канал, вы можете тоже высказать свое мнение, что бы вы хотели вот в контексте Японии видеть на канале, допустим, если бы Вероника участвовала, потому что действительно хорошая идея задействовать ее, потому что она вроде человек активный, вроде бы. Поэтому можно действительно ее использовать для канала, расширить, расширить. Слышать меня будешь, ах, Серега, всех баб используют. Да, а сейчас мы будем записывать с ней дополнительное интервью про фэшн и еще что-нибудь. В общем, сделаем, мы сделаем, мы сделаем пробу сейчас. Так, Вероника старается, старается для моего канала... Я не сексуальная. Старается быть сексуальной, чтобы, да, больше было подписчиков. Типа ракурс сверху можно посылать. Да-да, кстати, я ее об этом не просил, это ее собственная цель. Ой, так конечно, я бы считала твои мысли еще так. Не знаю, только об этом и думаешь. Ты знаешь, да, на какие каналы все люди подписываются? Ай, ну не, не говорим! Так, ладно, хорошо. Про это и говорю, что... Ты плачешь, когда смотришь фильмы какие-нибудь такие? Особенно если там затрагивается тема, допустим, отцов и детей. Например, да, какой-то такой трогательный. Это какие-то сопли там не особо. Ну, понятно, что не мелодрама, а что-нибудь там типа Хачико, знаешь? Ну, такая, такая нишняшка. Ну, собачки, не знаю, собачки меня не вызывают. Да я допустим, да? То есть, Титаник это такая... Я не знаю, кто плачет, но я знаю, что есть люди, которые на Титанике плачут. Я никогда не плачу на Титанике. Не, меня больше всего, наверное, трогает именно тема отцов и детей всегда. Вот для меня она самая щепетильная такая тема. Потому что, ну, как бы я своего отца люблю, ценю его. И поэтому тема, когда вот какая-то вот делается проблема отцов и детей в фильмах, она меня всегда очень трогает. Вот, наверное, в этом плане. Какие-то вот такие сопления. Наверное, если я свой фильм когда я буду снимать, я очень хочу из него сделать сцену проблемы отцов и детей. Пока, не знаю, еще не нашел место, куда эту сцену вставить, но очень хочется. Может быть, я сделаю когда-нибудь какой-нибудь короткий фильм, посвященный ей. Давай пообещай на камеру, что через два года выйдет фильм, и тогда ты не отверстишься, и тебе по-любому придется уже снять за два года. Нет, фильм... Я уже пишу сценарий сейчас. Молодец. Я уже пишу сценарий. Ты все карты открыл на камеру. Почему? Это будет анонс официальный. Все будут ждать его. Да, и я не знаю, когда я буду снимать фильмы, когда дело до съемок, потому что съемка была на сцену фильма. Это долгий процесс. И мне надо еще набить руку на каких-то короткометражках. Я, конечно, планирую. Естественно, моя цель это стать режиссером в конечном итоге. Режиссером и продюсером. Там уже дело десятое. То есть владельцем киностудии и режиссером. То есть я не хочу быть всегда актеришкой или видеологером. То есть я хочу... Сейчас актеров оскорбил вообще. У меня есть конкретная цель. Нет, я про себя лично сказал. Актеришка. Да, если можешь, великие актеры. А есть актеришки? Да, ты или Джонни Депп, конечно. Ну вот, естественно. Я поэтому и говорю, что я как актер хотел бы развиваться, но моя цель, я думаю, как цель многих актеров, это когда-нибудь сделать свой собственный фильм. Правильно? Да. Многие актеры к этому стремятся тоже. Другое дело, что многих занимает больше зарабатываем денег или у них там это действительно режиссера не получается. Да. Ну, скажи, любой актер, я думаю, большинство актеров мечтает о своем собственном фильме. Конечно. Я в том числе. Может быть, если бы Ди Капри снял свой фильм, он бы получил его скоро, наконец-то. Вполне возможно. Но он еще молод, еще дойдет, может будет снимать. Ну как молод? Ну да, не очень старый. Я, кстати, недавно получил роль в фильме. И у меня там будет роль, похожая на роль Ди Каприо в фильме «Грэйв Берс». Ух ты, что поедение. То есть, они именно подобрали типаж, который будет похож на Ди Каприо. Мне и раньше говорили, что я Ди Каприо похож. А, да ты похож на Ди Каприо. Да, что я раньше похож на Ди Каприо. Мы не говорили первую часть. Наконец-то. Сейчас там меня загрязет женская половина, но я не очень люблю Ди Каприо. Даже я люблю Ди Каприо. Я больше Джонни Дэпе люблю. Банально. Банально. Не знаю, как это видео будет скомпоновано, но это небольшой рассказ о моих планах. Кстати, у тебя очень хорошо получается выйти интервьюеры. То есть, я когда один видео записываю, я как-то не очень люблю именно многое о многом рассказывать. Мне кажется, что может быть это не интересно людям и так далее. А вот когда есть какой-то слушатель про тебя и ты как бы даешь мне понять, что тебе это интересно, то как-то проще становится. Может я замуж собралась, разведу обстановку. Я ездила на концерт группы X Japan. Все, где снимают меня на видео. Здесь только камеры снимают меня. Вот. Японские группы. Приобщил, короче. Вероне Пусть. В перископу. В перископу. Точнее, не приобщил, а использую ее для своего перископа. Слушай, харэ комментируй, а он тебя слушает. Да, мы придем к перископе Сергея. Я твое новое лицо. Я, видишь, я теперь тебя использую еще одновременно. Я сам пишу для влога, а тебя для перископа. Какие драмы я смотрела? Ну, последнюю драму, которую я посмотрела, мне подружка посоветовала. 49 дней. Такая. Прикольная. Посмотрите. Не очень люблю драмы, но иногда смотрю. Ладно, короче, ребят, на этом мы сегодня закончим это видео. Подписывайтесь обязательно на перископ. Сергей, у тебя какой уровень японского? У меня, не знаю, наивысший. Вы отдавал на рёбочке? Да. В общем, короче. У меня нет никакого уровня вообще. В общем, он сдавал, но он такой тупой, что он не получил никакого уровня. Представляете, в рамках моего же блога меня сейчас оскорбляет. Представляете? Больше называется культура. Поэтому да, обязательно подписывайтесь на перископ также. О, и взял панк, это вообще отлично было. И мы увидимся в следующих видео, так как я сегодня что-то не устал. Если кто-то не видел, предоставляется возможность сходить и просто вообще слушать. Барабанщик играет на пианино, а басист играет на скрипке. И шоу вообще сразу. Я вообще барабаны люблю, потому что мой друг барабанщик. И он, когда барабанит, я сижу возле барабанов и слушаю. Вообще супер. Короче, обожаю. А, нихонгонорокушкин, короче, сдаешь. На третий, четвертый, пятый уровень можно не сдавать, потому что это как пробник. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка.